Новое поколение, новые технологии. 24 команды маленьких инженеров приняли участие в фестивале научно-технического творчества «Волшебная страна конструирования». И вот настало время представить свои изобретения на суд широкой публики. По результатам фестиваля была организована выставка лучших проектов. Нужны ли горожанам роботы и как будет выглядеть заполярная столица в 2035 году, смотрите в нашем сюжете. Робототехника, программирование и конструирование. Нет, речь не о Наукограде-Сколково, а о Мурманском детском садике номер 123. В стенах этого учреждения дошколята с малых лет реализуют свой инженерный и творческий потенциал. Именно поэтому «Волшебная страна конструирования» открыла свои двери именно здесь, в месте, где активно внедряются новые технологии и авторские методические разработки. Участие в таких конкурсах и фестивалях для ребят – отличный стимул побеждать и совершать открытия. «Я думаю, что в дошкольном возрасте, когда развиваются все самые главные процессы у ребят, познавательные процессы и памяти, и внимания, и мышления, особенно воображение, и технические навыки, и конструктивные навыки, мы используем этот вид соревнований как способ наиболее эффективно достигать определенных результатов, которые понадобятся ребятам в школьном возрасте». Малыши подготовили целое представление в честь открытия фестиваля. Талантливые и яркие номера, в числе которых танцы, песни и даже речитатив. «И в глубинах океана, и в космической долине робот нынче самый главный улучшает жизнь земли». Команды изобретателей провели небольшие презентации своих проектов. Мурманск будущего представляется им как яркий, светлый и высокотехнологичный город. «Вы знаете, мы же говорим, город – это люди. Так вот, они как бы самая маленькая, низшая ступень населения нашего города. Они готовятся к будущему. И уже, став взрослым человеком, они будут уже подготовлены к этой большой жизни. Они уже здесь проявляют свои таланты, свое творчество. Они как бы начинут те пути, как им дальше пойти, где им будет интересно. И вот как раз, бывая на этих объездах, вот все мы это видим». Сразу несколько команд представили проекты «Мурманской набережной». А ребята из команды «Основной элемент» из 19-го детского сада предложили сделать там настоящий пляж. «Мы парни креативные, сильные, мобильные. Нам игрушки не нужны, с небом мы давно дружны». Детская фантазия неиссякаема. Кто сказал, что свежие и смелые идеи, порожденные ей, невозможно реализовать? Маленькие инженеры вырастут, и кто знает, может именно они будут строить и совершенствовать Мурманск. Продолжение следует.